2023 год запомнился не только экономическими кризисами и войнами. Было место и для позитива. Начнём с Японии. Там в начале года по традиции прошёл ритуал купания в ледяной воде. Японцы верят, что так можно очистить душу и оздоровить тело. А в виноградниках ЮАР для борьбы с насекомыми и улитками решили нанять вот такую стаю забавных уток породы «Индийский бегун». Они поедают вредителей бесплатно и с удовольствием. А это британский вундеркинд Тедди Хоббс. Когда ему было три года, он стал самым юным членом общества Менса, в которое входят люди с высоким IQ. Уже в два года малыш сам научился читать. Также он считает до ста на семи языках, включая китайский. Это кенийская женщина-кошка. В своём доме на окраине Найроби она поселила 600 пушистых питомцев. А это отставной морской пехотинец, который 27 лет ждёт возвращения возлюбленной. Каждый год в день Святого Валентина Эстебан Перес надевает мундиры с цветами, приходит на один и тот же перекрёсток в мексиканском городе Ноэва-Лоредо. Он ждёт Сесилию, с которой познакомился в 1996 году. Но она пока не приходит. Этот зелёный сад растёт на плоту из мусора. Его сделал угандиец Джеймс Катибо. Своё творение назвал плавучим островом. На нём даже есть ресторан. В итальянских помпеях же работает партия лохматых газонокосилок. 150 овец защищают древние здания и руины от разрушения растительностью. А в столице Бельгии появилась клиника для мишек Тедди. Тут проводят особые занятия для детей, чтобы избавить их от страха перед посещением больницы. В Великобритании кошка спасла жизнь своей хозяйке, страдающей диабетом. Она привлекла внимание мужа женщины, когда той стало плохо. А в мексиканском городе Атумба провели ежегодный праздник для ослов. Их чествуют последние 60 лет за помощь в перевозке товаров. В одном токийском университете ввели уроки улыбания для студентов. Оказывается, за время пандемии и ношения масок люди разучились это делать. Пришлось обращаться за помощью к профессионалам. В Испании 18-летняя серфингистка, которая лишилась рук и ног из-за болезни, продолжает покорять волны и вдохновлять людей не сдаваться ни при каких обстоятельствах. А в Боснии 11-летняя Эсма прославилась тем, что шьет для кукол Барби традиционные наряды. В Великобритании 102-летний дедушка поднялся на крышу 85-метрового здания больницы и спустился вниз по веревке ради благотворительности. В Индии же знаменитостью стала 92-летняя Салиман. Всю свою жизнь она не умела ни читать, ни писать. Теперь решила восполнить пробелы и закончить школу. А на одной из загруженных дорог в столице Филиппин появился танцующий Санта-Клаус регулировщик. Правда, делает он это просто для развлечения. Транспортом здесь управляет светофор.